Приветствую, дорогие зрители, с вами делированный мне котик, привет. Приветик, мяу. Продолжаем сделать интересный мод для Майнкрафта и сегодня будем обозревать просто офигеннейший мод, он добавляет самую реалистичную гирлянду из всех, которые я видел. Я в принципе знаю, что кто-то уже делал обзор на эту модификацию, но они рассказали про нее не все, потому что эта модификация просто офигенная. В общем, что мы можем сделать? Можем себе сделать вот такую гирлянду, к примеру, эта гирлянда самая обычная, она крафтится из двух железящих и одной деревяшки, вы получаете гирлянду, которая не гнется, ее можно в дальнейшем перекрасить, только она потеряет свои свойства. Не знаю почему, может быть автор так задумал, может быть нет. Еще вы можете себе сделать гирлянду, которая будет гнуться, она крафтится из двух железящих, а также одной ниточки. Так, забираем ее, все это дело можно перекрасить совершенно любыми цветами. Также, если вы добавите, к примеру, светопыль, то вы сможете сделать вообще невероятную вещь, вы заставите эту гирлянду светиться всеми цветами. К примеру, у меня здесь гирлянда, которую нельзя согнуть, если я к ней добавлю любой цвет, просто вот в окно крафта добавляют цвет любой, и я получаю вот такую-то крашеную гирлянду, к сожалению, она начнет гнуться. Так, там, тебе кажется, гости уже идут. Ладно, сейчас я все это дело покажу, заберу еще одну эту гирлянду, заберу красители, заберу вот эту вот фигню, это по идее пока брать не буду, ладно, покажу сначала гирлянду, которая не гнется, она у меня вот здесь. Так, я сейчас ее где-нибудь натяну, елку пока наряжать не хочу, вот натяну где-нибудь вот здесь вот ее. Так, беру, и она совершенно никак не гнется, и, к сожалению, она вот такая вот не совсем красивая. Но стоит мне где-то расположить, она, в принципе, смотрится, не знаю, может быть, она смотрится и красиво, вроде бы не очень. Так, я понимаю, что надо обладать тебе какое-то оружие, потому что ты сражаешься с ним за боком непонятно чем. Так, ладно, сейчас мы это исправим. Держи, вот тебе алмазный меч. Так, я продолжаю рассказывать, в общем, что можно сделать. Это самая обычная гирлянда, есть еще гирлянда, которая умеет гнуться. В общем, если я ее расположу где-то на очень-очень большом расстоянии, она будет провисать. Но если я ее расположу вот на высоте одного блока, то она будет пикаться где-то под землей. Это не очень-таки уж и красиво. Так что лучше где-то ее располагать, все-таки между деревьев, либо еще где-нибудь. К примеру, вот отсюда, вот сюда вот можно ее натянуть, и она вот так вот под углом довольно-таки симпатично выглядит. Так, давайте посмотрим, что можно сделать еще интересного. К примеру, если я вот возьму гирлянду, которая, по идее, не гнется, и добавлю к ней совершенно любой краситель, она сразу начнет гнуться. Причем она получает довольно-таки необычный эффект. К примеру, сейчас она у меня умеет моргать. Я добавляю к ней фиолетового цвета. Она получает фиолетовый цвет, то есть она сейчас полностью фиолетовая и будет тоже моргать. Я могу к этому всему добавить еще желтый. Хотя мне интересно, я потом в процессе смогу еще желтый сюда добавить или нет? Да, действительно, я могу сюда добавить желтый, только она будет полностью желтая. Хм, ну ладно, хорошо, тогда мы сейчас посмотрим просто на фиолетовую гирлянду, потом мы к ней добавим снова фиолетовый и желтый, и посмотрим, что у нас получится. Так, к примеру, мы ее натянем возле этого же дерева, либо даже между вот этими двумя. Так, берем и натягиваем, получаем просто фиолетовую гирлянду. Просто офигенно. К тому же она переливается, кошка, это просто твой любимый цвет, посмотри, фиолетовый, который моргает, вау. Так, у меня здесь рядышком есть здоровейнейшие ледники, которые можно взять и украсить гирлянду, и будет офигенно. Так, ладно, берем теперь эту гирлянду, добавляем сюда вот эти вот два цвета, и получаем сразу же вот такую-то офигенную вещь. Она теперь будет переливаться по идее двумя цветами. Так, и блин, она потеряла свойства мерцания. Вот печалька, оказывается, если вы свою гирлянду переделываете, то она теряет какие-то свойства. Так что нужно сразу продумать, что вы от нее хотите, иначе она в дальнейшем перестанет либо мерцать, либо потерять какой-то цвет. Теперь она у меня просто светится, а нижняя гирлянда умеет переливаться всеми цветами, просто офигенно. По-моему, самое крутое то, что в этой модификации можно взять и сделать совершенно гирлянду из всех-всех цветов. Так, что у меня здесь есть? У меня здесь есть целая куча цветов, сейчас я думаю, что я их все возьму, и посмотрим, что у нас получится сделать. Сейчас мы к этой гирлянде возьмем, что-то намешаем. Берем нашу гирлянду, сейчас она у нас становится снова обычной, добавляем к ней все вот это вот, и посмотрим, что у нас получится. Она обретает все новые, новые, новые цвета. И сейчас у нее уже целых пять цветов, а также возможность мерцать. Здесь у нас в описании пишется, вон, пять цветов и возможность мерцать. Блин, посмотрим, что же у нас получится. Я уже бегу к своему какому-нибудь дереву, и мы его начнем тоже украшать. Так, к примеру, натянем между вот этим вот деревом и каким-нибудь вот этим вот деревом. Посмотрим, что у нас получится, и получается довольно-таки офигенно. Посмотри, пять цветов, и все они по очереди переливаются. По-моему, просто крутяк. Так, здесь какие-то два одинаковых цвета, только я пока не понял, какие, либо мне кажется. Считаем количество лампочек. Лампочек здесь шесть цветов, пять. Значит, какая-то одна лампочка светится дважды. Хотя, если натянуть между каким-то очень большим расстоянием, по идее, там лампочек гораздо больше. Так, а ну-ка, натянем, к примеру, между вот этим вот ледняком и, к примеру, вот этим вот ледняком. Интересно, на какое расстояние вообще можно натянуть эти лампочки. Вау, блин, выглядит просто офигенски. Так, ладно, сейчас сцепим вот сюда вот, и полетим куда-нибудь, куда-нибудь в закат, либо это восход, фиг его знает. Так, лечу, 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 все еще тянется. Нифига себе. Интересно, а если я долечу вот до вот этого здоровенной вершины, что получится? Так, она, кажется, порвалась. Она порвалась. Блин, а я думал, что она вообще никогда не будет рваться. Я думал, что она будет вечной, а не это было бы сильно читерно. Так, смотри, я сейчас вот тыкнул, а она взяла и починилась как-то. Посмотри, у меня теперь появилось здесь расстояние где-то блоков 40. По идее, блоков на 40 можно одну натягивать. Вы, кстати, когда крафтите, получаете сразу же за один раз две штуки. По-моему, это офигенно. Так, нужно сейчас будет пойти и наделать каких-то разноцветных гирлянд. Надо будет выбрать какие-то офигенные цвета. И можно будет украшать елку. Скоро все-таки Новый год. У нас с тобой наш домик еще не украшенный. Мы здесь с кошкой игрались и построили себе вот такую вот домину. Она в наших любимых цветах. Это цвет морковки и цвет хайлетовой кошки. Так, ладно, забираем все вот эти вот цвета. В принципе, их гораздо больше. У меня здесь в домике есть сынок, в котором просто безумная множество цветов. Здорово, пацаны. Здесь у меня есть совершенно все цвета Майнкрафта. Можно даже использовать чернильный мешок, а также постную муку. И вы получите либо черную, либо белую гирлянду. Это вообще просто офигенно. Я, в принципе, думаю, что здесь можно в этой покрафте поселить. Так, берем, к примеру, вот это вот, сделаем ее светящейся. Добавим сюда фиолетовый цвет, добавим сюда оранжевый цвет. Я думаю, что вот этого нам пока хватит. У нас уже есть две необычные гирлянды. Так, продолжаем крафтить гирляндочки. Сейчас тебе тоже дам пару штук, что я не скучала. Ты сможешь тоже что-нибудь себе такого офигенного понаделывать. Так, берем тебя, тебя. Вот у нас красно-зеленое. Это прям новогодние цвета. Еще сделаю я, наверное, себе... Блин, какие же это стать сделать? Вот, допустим, фиолетового голубую еще сделаю. Так, и последнюю на твое усмотрение. Каких цветов ты себе, допустим, хочешь гирлянду? Желтенькие и что еще? И розовый. Какой-нибудь черный цвет? Желтый и розовый? Так, ладно, берем тогда розовый краситель. Желтый у меня есть. Еще какие-то пожелания будут, либо только два? Нет, давай лучше голубой и желтый, это будет круто. Берем желтый, голубой, и получается у нас какой-то флаг Украины, елки-палки. Так, ладно, хорошо, ты хотел этот флаг. Так, вот, в общем, бери и играйся. Хотя это не флаг, это гирлянда, что-то меня уже клинит. Так, ладно, я где-нибудь в доме вот здесь вот себе натяну. Получается просто офигенно. Блин, крутяк вообще, крутяк вообще. Ты украшай дом снаружи, я буду украшать его изнутри. Вот как можешь, так и украшай, ничего не знаю. Уже украшил. Ничего подсказывать не буду. Так, я еще вот отсюда натяну. Блин, домишко выглядит просто офигенски. Просто офигенно, не знаю, мне безумно нравится. Даже вон Криперу нравится, пацанам нравится, все такие довольные. Так, что-то там натулило. А, ты взяла, дерево сюда притащила. Я думал, ты будешь дом украшать. Так, ну давай не халтурь. Так, вот так вот над окнами хотя бы. Где-то у меня такое офигенно еще было гирляндина. Вон, всеми цветами, да, все два цвета. Но главное, куча издов понамешана. У меня только два цвета отобразились. Так, ладно, еще вот здесь вот можно натянуть. Так, а ну-ка натягиваем. Давай еще вот отсюда куда-нибудь натянем, посмотрим, что получится. Вот, домик тоже заиграл красками, просто офигенно. Так, еще вот отсюда натянем. По-моему, просто крутяк. Так, у нас еще одно дерево неукрашенное. Я же хотел все-таки елку с кошкой нарядить. Так что давай будем наряжать елку. Я помню, что мы с тобой когда-то обозревали. По-моему, это был реально самый первый обзор наших модов. И там мы с тобой тоже украшали какую-то елку. Там были елочные игрушки, а здесь просто офигенские гирлянды. Кстати, а если я в одну точку тыкну два раза, что-то получится или нет? Не, нифига не получится. Так что нужно как-то вот так вот все тыкать. Так, ладно, одну прицепили, цепляем себе вторую. Так, еще куда-нибудь чего-нибудь. Елку, кстати, украшать довольно-таки удобно. Посмотри. Они цепляются, выглядят просто офигенски. Так, а ну-ка тебя сюда, тебя сюда. Кошачьи цвета тоже где-нибудь можно отвалить. Вот здесь вот снизу возьми и втули свои вот твои гирляндины. А у меня нету гирлянд больше. А, ну да, конечно. У тебя же была только одна гирлянда. Так, простите меня, кошка. На тебе, короче, две гирлянды еще. Я же в креативе, ты же все-таки не в креативе. В общем, прицепи сюда одну и сзади одну. А я вот пока где-то сверху тут понатыкиваю. Так, вот сюда, к примеру. Вот здесь еще сделаю голубо-фиолетовую. Так, еще пару усилий. И наша елка будет просто самая нарядная елка во всем лесу. Посмотри на нее. Выглядит просто офигенски. Не знаю. По-моему, модификация просто безумная. В общем, я надеюсь, что вам эта модификация понравилась. Ссылочка, как обычно, будет в описании. Также в описании будет ссылка на мой второй канал. Также на кошачий канал. Можете на них тоже подписаться. Там каждый день выходят тоже очень интересные ролики. В общем, большое всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. И всем пока-пока. Мяу, пока. Субтитры сделал DimaTorzok